места таскает. А удалось его, конечно, задевать. Разными хамскими именами называет, пихает в грудь, в грудь пихнет и говорит «А ну, выходи на сиренаду, сейчас я тебе башку-то отвинчу». Но студент ничего, терпит, отходит. А тут как-то раз стоят ребята во дворе дома. Тут все правление, члены контрольной комиссии, водолаз рядом стоит. И вдруг идет по двору Костя Малашкин со своей шурочкой. А водолаз нарочно громко и говорит контрольной комиссии «На морде, говорит, прыщи проказа, а тоже барышень до самых ворот провожает». Костя Малашкин провожает свою шурочку до двери и возвращается обратно. Он возвращается обратно, подходит к водолазу и бьет того же в морду лица. Но водолаз, конечно, удивляется такому нахальству. И в свою очередь хлоп студента, тот прыг на землю. Водолаз подбегает к нему и хлоп, хлоп его по брюху и по разным важным местам. Ну, контрольная комиссия, конечно, оттеснила водолаза от студента. Подняли его на ножки, отрегнули, отвели домой. Но ничего, он к вечеру очутался и вышел подышать свежей прохладой. Он выходит подышать свежей прохладой и во дворе дома опять встречает водолаза. И снова подходит к нему близко и снова бьет его в морду лица. Ну, тут, конечно, не было контроля комиссии, и водолаз здорово оттюжил нашего студента. Так что того пришлось на шинель и домой отнести. Ну, проходит, к примеру, неделя. Студент совершенно выздоравливает и идет на домовое собрание. Он идет на домовое собрание и там опять встречает водолаза. И снова подходит к нему на близкое расстояние и снова бьет его в морду лица. Тут происходит ужасная картина. Студента кидают, вращают на полу и снова бьют по разным местам. Только на этот раз дело оказалось серьезней. И студент уже с месяц провалялся дома на койке. А дело было уже к весне. Забели ташки, нас тюрцы зацвели. И наш голубчик студент после этой битвы каждый день сидел возле окошка и отдыхал от прежней жизни. Но что интересно, водолаз, который проходил мимо этого окна каждый день, стал к нему отворачиваться. И очень сильно руки стал скидывать в голове, когда к нему кто-нибудь подходил. Даже из контрольной комиссии. После своего выздоровления студент еще три раза бил водолаза и два раза получал отбор. А в третий, в последний раз, водолаз сдачи не дал. Он только покачал головой и сказал, «Я перед вами сдаюсь. Я через вас, товарищ Костя Малашкин, совсем излезл и форменно до ручки дошел». Сердечная просьба, не бейте меня больше в морду лица. Тут они полюбовались друг другом и разошлись. Костя Малашкин, правда, бросил свою шурочку, а водолаз отправился на Черное море нырять за драгоценным камнем Черным Принцем. На этом дело и кончилось. Так что, сила силой, но против силы есть и еще одно явление. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.